Всем привет и добро пожаловать на канал Экспирианс Геймс, с вами я Скиф, это Oxygen Not Included, продолжаем играть, продолжаем в общем-то строить и развивать свою колонию. Здесь у нас вроде бы относительно решённая проблема с водой, как бы она у нас есть, она не высокой температуры, это очень здорово. Здесь мы отгородились потихоньку и вот здесь сверху ещё бы надо отгородиться, на самом деле от высоких температур, но блин, у нас же тут будет ещё один этаж, поэтому будем делать это мы несколько позже. И чё, дубликант ещё нам нужен, пока не особо. Кто у нас там или стрессует, или уже лечится от стресса, всё под контролем. Вроде бы я ж ни в какие экстремальные зоны-то не отправляю, чё началось-то? Давай здесь мы пока что корни хрипчик посадим. Приоритет сюда даже можно бахнуть. Вот, здесь у нас трубы потихонечку прокладываются, ну и на первых порах нам ещё электричество, надо электричество тоже есть, отлично. Нам, по идее, по идее, понадобится также водородный генератор. Я хотел изначально водород где-то скапливать, потом его куда-то девать, но, походу, такая тема немножечко не проканает. Поэтому можно водородный генератор здесь поставить и сюда куда-нибудь на батарее увести. Либо его вот сюда поставить. Ну, блин, вот тут хлор, конечно, не очень-то здорово это. Хотя вот здесь вот где-нибудь поставить генератор и туда увести. Сюда вот на эти батареи. Короче, ладно, попробуем и сделаем что-нибудь в этом духе. Тут у нас корни хрипчики будут охлаждать это всё. Их в идеале надо больше, а для этого нам надо больше исследовать территории, больше находить всякого интересного. А вообще надо ещё сюда разведать. Возможно, куда-нибудь вверх разведать. Здесь уже, кстати, первые плёночники лётают. Как вы перее... Скользун. Скользун в здешнем переводе, но посмотрим. Ладно. Железная руда, всё такое прочее. Водорода много. Много водород, действительно. Где-то должны быть ещё гейзеры природного газа. Их надо искать. Может быть, они где-то и в этой стороне, на самом-то деле. Кто их знает. Пока что не особо понятно, но будем разбираться. Просто мне хочется вот здесь немножечко сюда происследовать. Здесь относительно безопасно. По сравнению с теми путями. Здесь мы можем просто сюда зарыться и туда прорыться. И посмотреть, что у нас из этого получится. Ну и так как у нас трубы пропускают максимально 1000 грамм в секунду. А пропускная способность... Ну, не пропускная способность. Газа, который может перекачивать... Количество газа, который может перекачивать обычный насос, это 500 грамм в секунду. То больше двух их на одну трубу, получается, смысл-то и не имеется ставить. То есть вот здесь мы можем посмотреть, что получается. Да, 500 грамм в секунду. Единственное, почему-то на трубах не написано. Но воспользовавшись ее вики, я смог это посмотреть и, в общем-то, вспомнить. Дальше. Нам надо подключить это сразу всё. И нужно ли мне сразу два насоса подключать? Вроде бы пока что на первых парах смысла не особо-то много это имеет. Поэтому давайте мы на первых парах пока что один насос зацепим, а там посмотрим. Так, в эту систему у нас... Система сколько уже? 730 ватт. Что у нас в этой сети подключено? А, вот этих два. Так, подожди, вторая мне штука-то не нужна. Это мы ее можем отключить спокойно. Сколько ты жрешь электролизер? 120 ватт. Такс. А что у нас еще в эту сеть подключено? Вот этот насос. Тот насос. То есть тут, по сути, у нас что подключено? Два насоса, да, по-хорошему на данный момент. Два насоса. Это что у нас суммарно? 480 ватт. 480. Плюс нам надо еще подцепить, получается, вот эти два. Ну, один пока что, по крайней мере. Газовый насос хавает у нас еще 240. И ты 120. И еще плюс ты. То есть, по идее, хватает. По идее, хватает для одной, по крайней мере, вот этой всей темы нашей. Хватает. Поэтому вот так вот проводим. Фильтр цепляем. И вот так соединяем. Такая вот тема у нас должна по итогу получиться. И сюда еще один корнехрипчик бахаем. Вот здесь я хочу как-то огородиться от высоких температур. Поэтому мы, наверное, тут что будем делать? Теплоизоляционные блоки бахать. И нужен абиссолит. Абиссолита надо добыть. Здесь потому что уже достроили. Что произошло? Что-то успело произойти. Интересно, вообще, из чего. Так, что сломалось-то? Жидкостная труба? Вот. Что, она-то сломалась? От перепада температуры или чего? Ладно, неважно. Тут она просто нечаянно заработала, когда этого совсем не ждал я. Тут мы корнехрипы пока убрали сюда. Что с тобой не так? Снесите кедренефень эту жидкостную трубу. Нам пока что второй вообще не должен быть тут как бы подключен. Жестко. И вытрите отсюда все это. У нас просто здесь с абиссолита все это шло. Здесь обычно, обычная труба пошла. Ну ладно, потом разберемся. Нам надо пока что абиссолита нарыть. И абиссолита нарыть мы можем, наверное, где-нибудь вот здесь. Попробовать. В принципе, они же тут должны доставать. А там уже посмотрим. Потому что из абиссолита тут еще вот стеночку надо отгородить. И вот здесь вот, наверное, вот это. Так вот прям бах-бах. Сюда и сюда. Прям отгородиться, чтобы у нас тут высоких температур нигде не было. По стрессу у нас вроде все нормально. Вот по идее не все супер, как хотелось бы. Поэтому батончиков мы еще побольше закажем. Раз. Окей. И что у нас еще получается в перспективе? Водоросли практически отъехали. Но мы уже скоро перейдем, в общем-то, на нормальную систему. Я тут хочу сначала просто теплоизоляцией это все дело отгородить. Где-то здесь еще сделать генератор, получается, на водороде. Но как-то это по-хитрому надо все сделать. Пока я, правда, не представляю, как... Ну, скорее всего, пока что по-обычному сделаем просто генератор и от него как-то зацепимся. Скорее всего, генератор вообще вот сюда куда-нибудь воткнем. Он же не супер много места занимает. Но тут температуры будут высокие. В связи с этим. Либо сюда воткнем. Не, ну с другой стороны, если мы его сюда воткнем, что он там? Ну, вот так, да, место занимает? И сюда к этим батареям зацепить почему бы нет? Единственное, тут хлорном. Вот так немножечко врежемся сюда и будет нормально все, я думаю. Ну и потихонечку можно, кстати, делать столовую. А то у нас как бы беда. Опять же, помним, что холсты мы бахаем именно что из гранита. Чтобы еще немножечко больше получить профита. Такс. И на будущее чуть-чуть побольше ее сделаем, всю эту тему. Они у нас выбраться не могут. What the fuck? Я-то думаю, что они там стоят, лошарики мои. Все, бегите отсюда. Мерзну стоят, превозмогают как бы. А тут я приоритет что-то чересчур, да, как-то? Как-то, как-то чересчур. Разогнался. Кто-нибудь спасите уже. Они же через две клетки выпрыгнуть не могут, зараза такие. Ладно, погнали. И, наконец, тогда сможем вот эти вот блоки делать. Хотя, без солид они так же нормально не нарыли. Ну, туда, видать, никто не смог зайти тому, кому необходимо. Туда было пробраться. Кстати, смотрите, как выглядит рационтор занятости. Сделали, отрисовали. Довольно прикольно выглядит, на самом-то деле. У нас и стрессовый кто-то там успел поймать, минимум. Ада. Да, смотрите, Ада уже все, массаж. Массаж, массажные процедуры у Ады. У Ады уже все хорошо, в принципе. А есть ли у нас какая-то специальная комната, я не помню, под столовку? Обеденный стол. Нет, ага. Значит, столовочка у нас, по идее, сейчас должна будет отобразиться. Здесь вот газопроницаемые блоки, их можно на восьмерку, их надо несколько. Чтобы здесь как бы циркуляция воздуха у нас присутствовала. Можно даже сюда. Потому что снизу у нас еще трубы будут всякие. Так, жди, это все можно уже и как бы меньшим приоритетом-то делать. Все, пошел прогресс. А здесь, пожалуйста, мне уже, пожалуйста, Абиссолит выройте. Будьте как бобры. Выройте Абиссолит. Тут что-то этим промышляют. Ну ладно. И у нас, по идее, должна столовочка-то появиться. Да, они уже, по крайней мере, начинают садиться и кушать. Здесь пока что раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять столиков. У нас семь дубликантов. Но если что, мы тут еще оставили место, сможем столиков докинуть. У нас тут такая столовочка. Из других изменений планируется где-то здесь, наверное, кухня, возможно, снизу. Тогда здесь надо, наверное, теплоизоляционные блоки поставить, чтобы кухня будет греть. Либо вот здесь теплоизоляционные блоки. Но об этом еще надо подумать, конечно. И вообще, учитывая, что у нас еды-то мало, здесь можно задать производство пока что вот этого деребица. Ну, что поделать. Скоро мы будем морозную пшеницу садить. У нас морозный-то биом рядом. Где-то здесь ее будем выращивать. Водичка у нас плюс-минус есть. Достаточно нормальная температура. И все это тоже мы наладим. Кстати, чем мне нравятся вот эти вот умные батарейки или смарт-аккумуляторы? Тем, что они у нас, получается, выделяют меньше тепла. И это, смотрите, довольно-таки неплохая тема. Потому что тепло плюс 2,5 Вт. А обычный аккумулятор выделяет... Ну, обычная батарея 6,25 Вт. То есть, считай, в три раза меньше... Ну, почти в три раза, короче, больше. Но запасает она в два раза меньше энергии, на самом деле. То есть, тут какой вопрос? Если ее ставить... Я уже этот вопрос поднимал. Но немножечко видео наперед записываются. Пишите, кто тестил, ставил один смарт-аккумулятор в систему. Потому что он будет быстрее тупо заряжаться. И те остальные батареи не будут, по идее, на полную заряжаться. Потому что у них заряд в два раза меньше. То есть, как вот от этого плясать-то? Вот что меня смущает. Ну и также тепловыделение в три раза практически меньше. Меня это вполне себе устраивает. Поэтому я пока что смарт-аккумуляторами тут и бахну. Очищенный металл нам тут надо доделать. Давай немножечко еще, наверное. Чтобы был, да, те же логические цепи строить. Почему бы и нет? Так, тут у нас производство дерьмица идет. Пока хватит. Давай вот таких вот лучше булочек нам понапеките. Здесь пошел уже бонус, как бы, от вот этого помещения. Это у нас столовая. У нас все больше всяких разных помещений профилированных, да? Чтобы у нас шло снижение падения рассудка. Так, ну и водоросли у меня потихонечку отъезжают. У нас где-то добыча водорослей еще промышляет. Плюс вот здесь же водоросли есть. Сейчас мы это дело тоже подрасчистим. Чтобы как бы все совсем уж замечательно было. Так, смотрите, Бабблс тут просто кунь-фу показывает. Просто кунь-фу. Ну, о, еще один смарт-аккумулятор. Мы его обязательно поставим. Можно даже с приоритетом на 8. Вот сюда. Меня в целом эта система пока что устраивает. Я просто не тестировал. Опять же, пишите, если вы тестировали, как это все работает. Потому что в два раза меньше, чем у обычных батарей заряд. То есть те батареи, по идее, не будут набирать полный заряд. Она вперед наберет. Либо же оно как-то равномерно распределяется. Я фиг знает, короче. Надо тестировать. В любом случае, мне не особо затратно 6 смарт-аккумуляторов построить. Металла у меня довольно много. Поэтому пускай пока так оно работает. Но если вы мне в комментариях докажете, что это действительно рабочая тема. То мы же... Это далеко не последняя постройка, да, по производству электроэнергии. Мы будем, соответственно, делать еще. Когда найдем гейзер природного газа. То там, возможно, мы как-то это все обыграем и сделаем, допустим, один смарт-аккумулятор и обычный аккумулятор. Если, ну, того потребует ситуация. Пока что здесь нам надо в логическую схему это все дело включить. Поэтому бахаем логическую цепь. Логический провод. Сюда. Дым. И активен при 24 где-то. Вот. Как-то вот так. По идее, сейчас должно все это включиться. Потому что у нас один аккумулятор отпал. Чтобы он тоже энергию набрал. Вот. И здесь у нас продолжается как бы эпопея с теплоизоляцией. Контролируем, что вы именно из Абисолита. Потому что именно он нам нужен и он важен. Чтобы здесь уже отгородиться. Ну и... Я все думаю, куда воткнуть. Скорее всего, вот сюда мы это сделаем. Так. Раз, два, три, четыре. Чтобы тут все-таки была хоть какая-то циркуляция. Немножко хлора ворвется. Ну, а что поделать. Давай вот так вот разграничим приоритет. То есть тут больше приоритет, что в первую очередь это строили. Здесь разбирали. Здесь потихонечку наши дубликанты справляются. Ну, часть хлора тут как бы как-то не крути, она вырвалась. Ну и здесь быстренько стеночки доделываем. Чтобы все было совсем уж замечательно. Ну и тут углекислогаз достаточно много выделяется. Мы его потом, наверное, в какой-нибудь помещении перекачаем. Да, тех же пленочников можно будет половить. Но это когда мы займемся переработкой нефти. Это тоже штука такая довольно непростая. Ну, достаточно затратная, скажем так. Вот. Поэтому здесь мы пока что что делаем. Труба у нас вот отсюда идет. И нам ее надо провести дальше. Так, газовая труба. Песчаник. Ну, я не знаю, даже гранит. Давай вон с гранит сделаем. Почему нет? Приоритет на 8 многовато будет. Давай на 7. С приоритетом на 7 сюда проведем. Сюда. 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 Ну, а здесь у нас непосредственно будет располагаться вот он. Не знаю, даже, наверное, вот сюда куда-нибудь к стеночке его поставим. И теперь спокойненько можем трубу вот эту подвести. Это все у нас должно теперь работать, да, получается? Только энергию нам от него надо будет как-то снимать. Поэтому кабель вот здесь пробросим. Все. Зашибись. Чтобы смарт-аккумуляторы тоже работали. Единственное, как у нас будет работать. Мы можем тоже некую автоматику задать. Но тут, по идее, автоматика, автоматика как будет завязана. Наверное, на высоковольных проводах. О, на высоковольных проводах. На смарт-аккумуляторах, конечно же. На каких высоковольных проводах? Что за бред? То есть, в эту же цепь просто подключим. И все. Как бы батарейки не работают. И эта тема не работает. Правильно? Я думаю, должно быть правильно. Вот. И что у нас тут по паритетам? Семерочка повсюду. Ну, можно здесь, на самом деле, даже до восьмерки поднять. Чтоб они уже это доделали конкретно. И запустим тогда всю эту комнату. Ну и пошел последний этап стройки у нас газовой трубы. Здесь, по идее, уже вовсю вырабатывается кислород. Смотрим на это помещение. Да, кислорода здесь много. Температура кислорода здесь достаточно низкая. Что у нас, в общем-то, по плану и должно быть реализовано. Тут должна быть низкая температура кислорода. Чтобы этот кислород при невысокой температуре попадал в наше основное помещение. Ну и скоро мы тут всякие помыочные начнем делать. Они, наверное, где-то здесь у нас будут. И где-то здесь, возможно, у нас будет слив. Но придумаем. Либо же вот здесь ниже, либо вот здесь куда-то ниже. Но тут единственное, что хлор этот весь, блин, конечно, очень сильно мешает. И как-то спутывается легенца планы. Но это ладно. А что у нас тут с водой беда? А, ну, другими делами все заняты. Это окей. Смотрим, что по приоритетам. Здесь вот что-то высокий приоритет. Ну, тут просто весь лед растаял. Я тут пытаюсь остужать эту воду. Как-то не крути. Все. Заработало. Пошла подача кислорода. Здесь у нас отсеивается, соответственно, водород, который идет вот сюда. Ну и здесь можно смело вот эту фигню уже... Ну, пока отключим. Сносить не будем. Отключим. Так, на всякий случай, потом в дальнейшем мы спокойненько можем это дело все снести. Без вреда для нас, да? У нас 7 дубликантов. Где-то одного электролизера. И хватает на 7-8 дубликантов в зависимости от их особенностей. Ну, там максимум на 9. Плюс у нас тут еще парочку стоит террариумов водорослей. Я их, наверное, здесь так и оставлю. Потому что наши дубликанты там дышат. Вырабатывают углекислый газ. Там все такое. Пускай будут пока что так, как стоят. Если что, мы еще вот здесь, скорее всего, добавим. Потому что здесь скапливается у нас, да? Углекислый газ, который тоже надо перерабатывать. Правда, в небольших объемах. Но он тут так или иначе будет скапливаться. Плюс вот здесь скапливается. Но тут мы храним как бы наше пропитание, нашу провизию. Здесь он в любом случае будет скапливаться как-то не крути. Ну и здесь водород в трубе у нас будет скапливаться. И в какой-то момент, когда смарт-аккумулятор будет разряжаться, генератор будет тоже подключаться и работать. В данный момент он выключен. Ну и я думаю, туалеты душевые. Вот это все мы, наверное, здесь ниже будем делать. Инновационно наши революционные туалеты. Такс. Здесь мы, по идее, еще одну комнату сделаем. Раз, два, три, четыре. Твою мать. Что ж я такой кривой-то? Здесь у нас циркуляция. Пускай хоть какая-то кислорода идет. Здесь нафиг убираем. Здесь вот это тоже добыть. Пускай наши дубликантики поработают. Но это еще не все. Нам надо еще сделать нормальную медицинскую комнату. У нас есть, конечно, вот это вот. Но мы ее можем заапгрейдить или переделать полностью. Хотя мне в целом пока что и такое хватает. Если посмотреть по нашему здоровью дубликантов, то Bubbles шеф немножечко четко отснутая. А, и жди, Bubbles, ты. Иди-ка полечись чутка. И здесь мы занимаемся разведкой. Потому что вот такой вот звук. Это стопудово гидер природного газа. Мы тут видим природный газ. Но тут особо неоткуда взяться. Единственное, к нам у нас какая-то проблема. Сюда доступ получить, да? Ну, скорее всего, через ледяной биом тогда мы пробуримся. Так, с приоритетом на шесть. Вот здесь вот так вот прорыться. Просто посмотреть. Давайте. Тут заодно лед добудем. Который нам тоже необходим. Главное, чтобы тут наши дубликанты как-то могли выбраться. Потому что я знаю их. Они могут не смочь. Поэтому местами, временами я, наверное, подстрахуюсь. А лучше подстраховаться. Если это гидер природного газа, то это просто офигительно. У нас здесь же и, правда, теплый биом. Ну, ладно. Здесь мы в любом случае сможем развернуться. Как-то это все заизолировать. Добыть амальгаму золота тоже не проблема. И если тут природный газ, то это просто супер офигительно. То есть у нас будет мощный комплекс тогда еще по энергии. У нас в любом случае и тут еще можно что-то зацепить. Еще один как минимум. Трансформатор мы сюда поставим. Потому что водородный генератор вырабатывает 800 ватт энергии. Довольно-таки много. Правда, он не всегда ее вырабатывает. Как-то не крути. Еще как-то странно работает. Что-то у нас водород просто туда влетает. Как-то никак не копится. Не знаю. Посмотрим. Здесь что у нас по температурам? О, 48, 35, так, 18. Здесь уже ниже температура. И при какой температуре у нас все это дело поступает вот сюда? Газотруба при температуре 20 градусов. По-моему, замечательно. Посмотрим, как это в дальнейшем все будет изменяться. Но пока что все более чем хорошо. Наша колония снабжена кислородом. Наши дубликанты заняты. Тут идет производство пищи, которая не особо съедобна. Ну ладно, что поделать. И все меньше они будут стрессовать, когда мы им добавим душевых, туалетов нормальных. Когда мы сделаем нормальное производство пища, мы сделаем. Мы здесь как бы будем выращивать морозную пшеничку. Уже совсем-совсем скоро. И даже если ее просто комбить с ягодами, тут можно даже на обычной вот этой вот станции по производству пищи местной в генератор кашутся ягодные батончики бахать. И у них очень хорошее качество. Плюс три. Это тоже стоит учесть. Вот. Ну-ка. Странно себе, водород, он же должен в трубе застревать, нет? Либо он в нем как-то скапливается. Ладно, разберемся. Пока что у нас все более чем хорошо. Продолжаем. И будем продолжать развивать нашу колонию. А на этом всем спасибо за просмотр. Не забываем подписываться на канал. Ставите лайк, если вам понравилось. И всем всего хорошего. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok